Уважаемые студенты, коллеги, мы сегодня хотим вам представить методы наружного акушерского обследования, которые называются приемами Леопольда. Они также относятся к диагностике беременности на поздних сроках. При этом мы определяем непосредственно часть теплода, которая находится в матке. Первый прием наружного акушерского обследования беременных и рожениц, первый прием Леопольда. Руки накладываются на дно матки с целью определения частей плода, которые находятся там. Производится глубокая бережная пальпация. Этим приемом можно определить положение плода, предположить предлежание его. Не отрывая рук, врач переводит на боковые стороны живота и пальпирует боковые стенки матки поочередно. Это называется второй прием Леопольда. Третий прием Леопольда заключается в награждении предлежащей части руки врача. Врача обхватывает предлежащую часть, производится легкое смещение ее, так называемое баллотирование. Если баллотирует, то это головка. Если баллотирование отсутствует, то предлежащей частью является тазовый конец, либо головка находится глубоко во входе в таз. Четвертый прием. Врач становится лицом к ногам женщины и двумя руками пытается обхватить предлежащую часть. Этим приемом мы определяем отношение предлежащей части ко входу в малый таз. Если руки врача могут обхватить предлежащую часть, значит предлежащая часть находится над входом в малый таз. Если не могут обхватить предлежащую часть, значит предлежащая часть глубоко во входе в таз. Продолжение следует... Продолжение следует...